Уважаемые коллеги, есть возможность задать министру несколько вопросов. Пожалуйста, телеканал Совета Федерации. Сергей Викторович, на площадке Совета Федерации была высказана инициатива создать парламент и парламент, а минского парламента. Как вы оцениваете эффект этого и насколько это вообще необходимо? Вы знаете, чем больше усилий, которые направлены на побуждение сторон к выполнению минских договоренностей, тем лучше. Главное, чтобы эти усилия не распылялись. Вот о чем мы говорили с Джоном Керри, это было главной темой, когда его принял президент России в Сочи 12 мая. Раз уж все мы говорим, что минские договоренности это лучшее, что у нас сейчас есть, это основа, тем более основа, которой была утверждена резолюцией Совета Безопасности ООН, то давайте все бить в одну точку и не допускать их искажения, этих договоренностей, их какой-то интерпретации, нарушения последовательности шагов, которая в них закреплена. И у американцев есть влияние, совершенно понятное, на киевские власти. Мы поддерживаем регулярные контакты с Луганском и Донецком, европейцы тоже работают с Киевом. Вот давайте убеждать и тех, и других, что кроме как прямого диалога, у них нет другого пути, и прямой диалог должен быть посвящен конкретному, неукоснительному выполнению минских договоренностей. Если парламентский формат поможет бить в эту же точку сильнее и прицельнее, мы будем только рады. Казета ведомости, пожалуйста. Сергей Викторович, здравствуйте, Петр Казов, Казета ведомости. Комментируйте, пожалуйста, выступление сегодняшнее секретаря Совета Национальной Безопасности Украины Александра Тручинова, который сказал о том, что необходимо серьезно усилить санкции отношения России. В частности, он сказал о том, что не исключает возможность рассмотреть размещение элементов системы ПРО на Украине. Также он сказал про то, чтобы потребовать запретить российским военным судам проходить через Босфор. И третий пункт – такое важное отключение от международной финансовой системы света. Спасибо. Но я этого заявления не слышал, потому что я выступал в Совете Федерации. Надо посмотреть, хотя, честно говоря, не вижу большого смысла подобного рода вещи читать. Они абсолютно бесперспективны, контрпродуктивны и являются не более чем сотрясанием воздуха. Пожалуйста, телеканал Медиа. Сергей Викторович, Путин означил своим представителем при рассмотрении ратификации договора Союзной Осетии Карасина. Насколько это помешает формату Абашидзе-Карасин, потому что в Блюзии уже есть какие-то заявления, что все-таки почему-то это демонстративное такое значение, при рассмотрении. Почему именно Карасин? И насколько, по-вашему, формат Абашидзе-Карасин должен расшириться? Кто туда должен попасть? И что мешает все-таки Российской Федерации, на отношениях, на наложениях, которые есть на вере? Что касается первой части вопроса, Карасин был представителем президента и при рассмотрении в Федеральном собрании договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. И ничего не произошло. После этого проходили уже контакты в формате Карасина-Башидзе. Что касается расширения этого формата, если наши грузинские партнеры предложат подключить Абхазию, Южную Осетию, может быть, другие страны Северного Кавказа, мы готовы это рассмотреть. Пожалуйста, агентство Bloomberg. Сергей Викторович, Вы сказали, что кризис в Никидоне сквозглазирована внешними факторами, внешним влиянием. Все-таки, на Ваш взгляд, какова, конечно, цель США и Евросоюза в Никидоне? И как это может отразиться, например, на проекции «Турецкий платок», когда, возможно, после Греции пойдут через Никидону не за это, возможно, там происходит и по каким-то другим причинам? Ну, я отвечал на этот вопрос, это была, по-моему, была открытая трансляция, я Вам привел факты, делайте выводы сами. И, наверное, завершающий вопрос, лайф-ньюс. Сергей Викторович, Вы накануне встречались с генералью секретарем НАТО, если можно, об этом встрече, расскажите. Ну, встреча, любая встреча, по большому счету, полезна, если люди вменяемые. Генеральница Арината человек известный, он опытный политик. Естественно, на посту руководителя секретариата Североатлантического военного блока он скован общей дисциплиной, скован теми позициями, которые вырабатываются в НАТО, как это делается, мы себя примерно представляем. К сожалению, подтверждая заинтересованность в развитии контактов, особенно по линии военных структур, генсек НАТО не предлагал какие-то конкретные формы такого взаимодействия. И, в общем-то, все свелось к тому, что вот, он говорит, мы вам направили пару телефонных номеров, по которым, если что, можно звонить. Ну, наверное, это тоже способ общения, но мы привели статистику тех действий, которые принимает НАТО, в разы увеличивая свои учения вблизи российских границ, наращивая свою военную инфраструктуру, включая личный состав вокруг России, это и в Балтии, и в Польше, и в Румынии происходит. Активно формируется инфраструктура противоракетной обороны, глобальная система противоракетной обороны Соединенных Штатов, ну и многое другое, вытекающее из решений саммита НАТО в Уэльсе. Причем политические установки делаются на то, чтобы рассматривать Россию как противника, чего после холодной войны не было. Мы развивали с НАТО партнерство, и реакция НАТО на украинский кризис, на выбор народа Крыма, конечно, была неадекватной, и показала, что менталитет холодной войны, к сожалению, никуда в этом блоке не исчез. На наши вопросы о том, как НАТО относится к нарушению международного права путем проведения государственных переворотов, ответа нет. То есть, вот как бы, понимаете, я рассказывал нашему партнеру, генеральному государю НАТО, о том, как в период распада Социалистической Федеративной Республики Югославия, например, НАТОвские страны однозначно высказались за то, чтобы принцип самоопределения был основополагающим. И вот самоопределились в Республике бывшей Югославии. В тот момент, если вы помните, сербы в рамках той же Хорватии, в рамках Боснии, сказали, давайте тогда и мы самоопределимся, потому что границы Республик бывшей Югославии были достаточно условными, ТИТа их определял. Им сказали, нет, отныне действует приоритет принципа территориальной целостности, поэтому вы оставайтесь там, где вы есть. Ну, то, что произошло с сербами в Хорватии, помните, в Боснии удалось через Дейтонские договоренности согласовать формат сожительства сербов, хорватов и башняков в одном государстве с достаточно сложной конструкцией, но конструкцией, которая обеспечивает консенсус. И после этого возникла проблема Косова. И тут опять Запад стал говорить, знаете, сейчас уже главное не территориальная целостность, а право косоваров на самоопределение. Поэтому, если мы будем право на самоопределение и уважение территориальной целостности выбирать, как нам заблагорассудится, когда один принцип действовать должен, когда другой, то это до хорошего это не доведет. Ну, такой был у нас где-то даже философский немножко разговор, но в практическом остатке мы подтвердили, что мы не были инициаторами разрыва многочисленных механизмов взаимодействия, в том числе механизмов взаимодействия с НАТО по линии военных. И если наши натовские коллеги пересмотрят свои неадекватные, по нашей оценке, решения, мы будем готовы откликнуться конструктивно. Я им, кстати, тоже напомнил, что когда Саакашвили отдал приказ своей армии бомбить Схинвал в августе 2008 года, мы, Российской Федерации, потребовало срочного заседания Совета России и НАТО. Тогда, по указанию из Вашингтона, американцы заблокировали СОЗов такого заседания и вообще заморозили его работу. А потом, в конце 2008 года, натовцы уже пришли к нам, сказали, знаете, мы погорячились, вообще как раз Совет России и НАТО, он и должен работать, как они выразились, всепогодно, в любую погоду, особенно в период кризисов, надо собираться, чтобы не было недопонимания, чтобы можно было напрямую друг друга выслушать. Но вот сейчас произошел украинский кризис, который тоже был спровоцирован во многом поддержкой извне антиконституционного переворота, и натовцы наступили на те же грабли, опять заморозили все контакты. А теперь пытаются нащупать какие-то каналы взаимодействия. Хотя, что там щупать, каналы были, они их прервали, давайте восстановим то, что есть, и мы будем готовы рассмотреть такое предложение. Спасибо. Спасибо.